Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Забегая чуть вперед, хочу сказать, что ваш вопрос в целом, это не про подавление ваших желаний, это не про то, как могли бы вы поступить, и на самом деле не про все ваши вопросы, которые вы задаете. Вы извините. Ваш вопрос это про неуверенность, про ваш собственный страх. Ваш вопрос это про чувство собственничества с вашей стороны, которая проистекает из идеализации девушки, из восприятия ее как ценности, драгоценности, которые она представляет для вас. Ваша история это про то, что вы встретили человека, который подчеркивает вас, который делает вас уникальным, который делает вас прекрасным, который делает вас лучше. Но без этого человека вы не такой. Без этого человека вы себя обесцениваете, без этого человека вы себя не принимаете и не любите. Я думаю, что решать этот вопрос нужно именно в таком ключе. Проработка своих страхов, личностный рост, определение своих ценностей, модели своих ценностей, и им следование. Вы пишите, мои отношения первые, как у моей девушки. Что же, мы все первые, мы все имеем первые отношения и, в общем-то, мы все на них учимся. Девушка привлекательная, высокая, порядочная из простой семьи с безоговорочным талантом исполнять песню. Смотрите. Вы подчеркиваете достоинство девушки. Видно, что вы ей восхищаетесь. Восхищение? Это хорошо. Восхищение – это здорово. Но восхищение имеет свои недостатки. А именно, когда мы восхищаемся тем, мы хотим, чтобы только мы восхищались, у нас есть проблема, чтобы делиться этим. И возникает вопрос, а почему такая проблема появляется? Ответ на этот вопрос довольно прост. Потому что, когда мы делимся, когда мы сталкиваемся с тем, что мы должны делиться, мы сталкиваемся с тем, с одной стороны, что мы не такие уж и уникальные, а с другой стороны, мы сталкиваемся с тем, что нам необходимо Встречаться с собой Нам необходимо встречаться с тем Кто мы есть А это болезнь Наши отношения очень быстро завязались Я видел в ней серьезность, открытость и любовь ко мне То есть Помимо того, что ваши отношения завязались быстро То есть стремительно То есть много чего вы не заметили Не осознавали Вы увидели в ней то, что нужно вам Вы, кстати, нигде не писали, по-моему, что любите ее Серьезность, открытость и любовь к вам Стабильность, надежность, защищенность Вот что вы в ней увидели Ну и подчеркивание своей ценности Конечно же В течение горя в наших отношениях Быстраивалось доверие Если были недопонимания Мы решали их общими усилиями и общим желанием Доверие Это когда человек Доверяет себе Доверие это когда человек принимает себя То, что описываете вы Это не доверие Это созависимость Слияние Когда один человек Хочет Раствориться в другом Он называет это доверие Это не доверие Поэтому здесь вы Путаете Механизм слияния вы можете Изучить в интернете Он есть Был уверен в этих отношениях Вот смотрите Да Вместо того Чтобы быть уверенным в себе Вы эту уверенность Перенаправляете на Уверенность в отношениях То есть уверенность в другом В чем-то внешнем Моя девушка Учится в университете Недавно Приходило отборное Выступление В другом городе С своим номером Там она познакомилась С студентом Который отвечал За аппаратуру Но общения У них не было Через пару дней Он добавился В сетсет И попросил Закончить Его песню Так как считал Что ее голос Хорошо Подойдет У этого парня Есть девушка Он попросил Мою девушку Приехать на студию На что она дала Положительный ответ Я узнал об этом Во время нашего разговора По телефону В самом начале В другом городе Канев, каникулы Праздники И тупе Я нахожусь дома С ней Можно сказать Что наши отношения По большей части На расстоянии Это тоже добавляет Свой нюанс Первое отношение И уже на расстоянии Говорит о том Что в какой-то степени Вы Близких отношений Боитесь Вы их опасаетесь В какой-то степени Вы говорите Что ваши отношения Идеальны Но они малостояния Малостояние Это не отношения Как таковые Это идеализация Идеализация Отношений Идеализация Человека Но никак не Отношения Поэтому еще неизвестно Какие у вас отношения Потому что вы не живете вместе А на расстоянии Повторюсь Есть Очень много Нюансов Дальше Как я услышал О ее решении Поехать Меня резко изменилось Настроение Я был очень разговорчив Шутил Моненте Потерял Бар Реж Мы даже Не смогли Говорить Так как Ей нужно Было Зайти В магазин Вы Описываете Все Эту ситуацию Довольно Подробно Еще Я делаю Вывод Что у вас Есть Склонность К контролю У вас Есть Склонность Контролировать Девушку Вероятно И все Что происходит Склонность Контролировать Базовое Тривожность Тривожность Проискает Из тех Аспектов Которые Я назвал Тут Никакого Секрета В принципе Нет Вот Вы говорите Что вы потеряли Дар Рич И В целом Почувствовали Себя Не очень хорошо Вот Мой вопрос Включается В том С чем Это Связано Какие Чувства У вас Возник Когда Вы Вот Это Узнали Что Это За Чувства Были Дальше Она Заметила Мое Изменение Настроение Написала Все Нормально Я ответила Нет Слово Тех Человек Которого Я Знаю Что Назначено Место Время Для Чего Зачем Кто В Тебе Какой Смысл В принципе Крузились В моей Главе И Вам Предстоит Разобраться В том Почему Эти Вопросы Возникли Откуда Откуда Ответы Ответы Пошли Включи Что Я Вряд Переживаю Что Будет Хорошо Адекват Не Собираю С ним Общаться А Просто Обижим И Я Уеду Она Стоял На своем Я Рассе Ну Вот так Что Она Поставила Помощь Увыше Моих Апостей Переживание Границ Меня Это Очень Сильно Задело И Я Уже Не Знаю Что Может Быть Дальше Если Так Банальная Вещь Для Меня Не Находит Воскликов Не Так Вы Говорите Что У вас Опасения И Переживания Опасения Чего Переживания По поводу Чего И Как Вас Это Задевает Обратите Внимание Что Вас Это Задело Вы Не Раскрыли Чем Именно Задело Но Значит Как То Обесценивало И Вы Ответственно За Это Переложили На Девочку И Прибошли Сбежать Из Отношений Завершив Ну Да Это Действительно Похоже На Манипуляцию Но Нам Это Не Так Важно Сейчас А Важно То Хотите Либо Себе Разобраться Или Нет Понимаете Одно Делать Если Вы Считаете Что Так И Должно Быть Что Девушка Должна Делать То Что Вы Говорите Что Девушка Должна Соответствовать Вашим Ожиданиям Как Вы Сказали Как Вы Сказали Бывать Отклик На То Что Ну Вот Важно Вам И Так Далее Если Вы Уверены В том Что Это Ваша Ценность То Девушка Вам Не Подходит Потому Что Она Как Человек Такой Активный Да Как Человек Который Обладает Полампа Вот Она Так Или Иначе Вам Принадлежать Не Будет Вы Же Ее Ограничиваете Сейчас И Ограничивание Человека Мягко Говоря Деструктивный Ход В отношениях Потому Что Он Приводит К Несвободе Она Очень болезненно К этому Отнесла Я Сразу Написала Человеку Что Не Сможет Помочь Это Было Тем Что Я Ждал Сам Уборгар Мне Стало Очень Жаль Что Это Получилось Только Моих Слов Концент Отношения Вот То есть Вы Даже Не Замечаете Того Что Вы Принесли На Девочку Свои Проблемы Вы Даже Не Замечаете Того Что Вы Ведете Себя В этом Смысле Как Ребенок Который Слепо Пытается Сделать Так Чтобы Окружающие Сделали То Как Очень Хочет Он Понятно Что Это Проблема Понятно Что Это Определенная Незрелость Но Это Все Решается И Корректироваться Я Ответил Взаимностью На ее Желание Не Долж Узнаете Вы Узнали Друг Друг Лучше Если Вы Были Не На Расстоянии Если Ваши Отношения Не Были Похожи На Праздник Естественно На Стадии Разбора Болеров Я Очень Хочу Чтобы Наши Отношения Продолжались Как Прежде Как Прежде Уже Не Будет Вы Узнали Человека С другой С Ваш Вопрос Потому Что С Точкой Время Психологии Ваша Рекция Не Оправдана Она Продиктована Определенными Внутренними Конфликтами Противореченными И так Далее Она Написала Что поняла Меня Но Так Ли Это Я Не Знаю Вот Опять Стремление Про Контроль Недоверие Себе Да Я Проектирую Это Ситуация Наоборот Что Если Я Поехал Переустановить Windows Мои знакомые Думать Это Была Моя Девочка Привязная Лучше Девочке Было Все Равно Скорее Всего Но Дело Здесь Не В этом А Дело В том Что Вы По Себе Судите Судите О Других Моя Моя Реакция Была Неуместна Нет Она Была Неуместна Может Мне Стоило Подавить Свои Опасения Подавить Не Стоило Проработать С Психологом Стоит Я хочу Чтобы Эксперты Дали Комментарии К моим Действиям Дали Совет Как Восстановить Понимание В отношениях И продолжить Их Как Прежде Легко Это Невозможно Это Невозможно Вам Нужна Психотерапия Вам Нужна Работа Над собой Вот Возможно Возможно Что Вам Нужна Психотерапия Для Пар Вот Знаю Нужна ли Девушки Психотерапия Тоже Как Вам Что Еще Я мог бы Сказать По Этой Ситуации Я могу Сказать Что Вы Сталкиваетесь С Тем Что Люди Разные Я Могу Сказать Сталкиваетесь С Тем Что Люди Не Такие Как Вы Хотите Их Видеть Я Могу Сказать Что Вы Сталкиваетесь С Необходимостью Обращаться Здесь С Тем Что Детскую Модель Построения Отношений Например С Родителями А Может Быть Обратную От Родителей Вы Переносите На Взрослые Отношения Вы Столкнулись Здесь С Тем Что У Вас Есть У Самого Внутренние Противоречия Которые Довольно Сильно Мешают Вам Жить Вы Столкнулись Здесь С Тем Что Вы Избегаете Трудностей Вы Столкнулись Здесь С Тем Что Вы Хотите Упростить Отношения А Это Подавленная Агрессия Ваша Подавленная Агрессия Она Проявляет Себя Когда Возникает Повод Когда Когда Появляется Повод Она Себя Проявляет Это Нормально Но В другой Момент В другое Время Она Себя В другой Момент Вы Кажетесь Очень Вежливым Собранным Но Напряженным Кто-то Может Рассматривать Это Как Позитивный Момент Я Вижу В этом Передавленность Человека Я Вижу В этом Перекрутим Я Вижу В этом Как Контроль Какая Основная Задача Наша В Этой Ситуации Наша Основная Задача В этой Ситуации Помочь Вам Разобраться В Себе Помочь Вам Разобраться В своих Приоритетах Ценностях И так Дал Расставить Границы Между Тем Где Вы И Где Другой Человек Это Крайне Необходимо Сделать Если Вы В этом Направлении Двигаться Не будете То Вы будете Встречать Человека Который Который Всегда Не будет Полностью Соответственно Вам Ваши Предпочтения И так Дал До Тех Пор Пока Вы Будете Стремиться Обрести Внутреннюю Уверенность Защищенность Спокойство Любовь Через Другого Человека Я могу Вас Уверить Я могу Вас Заверить В том Что Ничего Хорошего Из этого Получиться Не сможет Вот Конечно Конечно У вас Могут быть Свои Вгляды На отношения У вас Могут быть Свои Ценности Например Домострой Подчинение Мужчине Женщины И так далее Вас Может быть Это все Но в таком Случа В таком Случа Вы Вы Не Изъявили Желание Ну Как Как Это Сказать Вы Не Изъявили Желание В таком Случа Восстановить Отношения С Девушкой Вы Хотите Ее Изменений Вы Хотите Не Просто Чтобы Она Поняла Но Вы Хотите Ее Убедить А Убеждения Никогда Не Проистекают Из Ценностей Убеждения Проистекают Из Внутренних Конфликтов Мол Вот Я Тебя Смогу Убедить И Мне Будет Хорошо Наградой Для Человека Который Действует Не Из Своих Ценностей Но Из Конфликтов Наградой Является Спокойствие Наградой Для Человека Который Действует Из Ценностей Является Свобода Своя И Свобода Другого На этом Все Я надеюсь Что помог Вам Буду Благодарен За Обратную Связь По Моему Ответу Это Позволит Вам Начать Над собой Работу Позволит Вам Сформулировать Базовые Постилаты Для Психотерапии Вот Если Если Конечно У Вас Есть Такое Желание Если У Вас Есть Желание Над собой Работать Вот Я Вам Желаю Всего Самого Доброго Удачи Обращайтесь За Помощью Вам Она Пригодит